Всем привет! С вами канал Космостар. 16 сентября исполнилось 80 лет известной телеведущей, народной артистки России Ангелине Вовк. Программы «Спокойной ночи», «Малыши» и «Песня года» невозможно было представить без ее участия, но вот уже много лет она не появляется на экранах. Оказывается, ее телекарьера завершилась не по ее собственной воле, и ее уход с телевидения был вынужденным. Ангелина Вовк до сих пор тяжело переживает эти события и только недавно рассказала о том, кто причастен к этой драме. Зрители могли бы никогда не увидеть телеведущей Ангелины Вовк, в детстве она мечтала совсем о другой профессии. Она родилась в разгар Великой Отечественной войны, и ее отец, военный летчик, пропал без вести во время боевых действий. Мать Ангелина еще долгие годы не теряла надежды на его возвращение, но позже стало известно, что его самолет разбился, а сам он погиб. Дочь тоже мечтала о небе и хотела стать стюардессой. Однако для матери все разговоры о полетах были крайне болезненными, она переживала, что дочь может повторить судьбу отца, и поэтому Ангелине пришлось отказаться от своих планов. Однажды подруга предложила ей за компанию подать документы в ГИТИС, и неожиданно для самой себя Ангелина поступила на актерский факультет. А во время учебы она попробовала себя и в роли манекенщицы, тогда ее пригласили в общесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту. Именно в этом образе она впервые появилась на экранах, ей предложили сыграть манекенщицу в фильме «Живет такой парень». Затем она снялась в военной драме «Прощай», но на этом ее кинокарьера и завершилась, актриса из нее не вышла. В театре Ангелина Вовк тоже не смогла работать, и в 1968 году она снова стала студенткой. На этот раз она поступила в Институт телевидения, пригостили радио на режиссерский факультет. Но уже спустя год она поняла, что с ее характером ей никогда не стать режиссером, для этого нужно быть куда более жесткой и целеустремленной. Как раз в это время она узнала о том, что объявлен набор на дикторские курсы и решила их окончить. Дикторов тогда было мало, и на эту профессию был огромный спрос. Еще во время учебы Ангелина получала множество предложений вести разные передачи на телевидении. После того, как она получила диплом, ее приняли в дикторский отдел Центрального телевидения СССР. Ее телекарьера началась с новостей, но у Ангелины было плохое зрение, и читать новости она могла только в очках, к тому же жизнерадостная девушка постоянно улыбалась в кадре, что совсем не соответствовало образу ведущей новостной передачи, поэтому вскоре она сменила профиль деятельности. Ангелину Вовк перевели в отдел детских передач. Так появилась тетя Лина, которую помнит не одно поколение юных телезрителей. Будильник по воскресеньям и спокойной ночи, малыши в будни по вечерам многие дети смотрели только ради нее, когда начинались эти передачи, они замирали у экранов, словно загипнотизированные. А когда в 90-х годах в кино и на телевидении наступили тяжелые времена, и передачу из «За отсутствие финансирования» собрались закрывать, Ангелина Вовк, выступая на корпоративе в банке, обратилась к банкирам с просьбой о помощи, и они полностью оплатили все необходимые расходы, так как сами выросли на этой передаче. Под обаяние знаменитой телеведущей вскоре попали и взрослые зрители. Она вела «Утреннюю почту» вместе с Юрием Николаевым, «Голубой огонек», «Песню года» вместе с Евгением Меньшовым. За многолетнее участие в музыкальном фестивале «Имя Ангелины Вовк» было внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Она стала одной из самых популярных отечественных телеведущих, женщины в парикмахерских просили сделать им прическу, как у Никьо, а мужчины засыпали письмами. В паре с Евгением Меньшовым они выглядели на экранах так гармонично, что многие зрители были уверены в том, что их связывают не только профессиональные отношения. На самом деле романа у них никогда не было, а поначалу они и вовсе не могли найти общий язык. Ангелину раздражало то, что Меньшов привык долго разучивать текст и придерживаться сценария, а она схватывала все на лету и легко шла на импровизации. Они оставались бессменными ведущими песни года, вплоть до 2006 года, когда Алла Пугачева вдруг изъявила желание вести передачу вместе с ними. Вначале она выступала в роли соведущей, но по ходу шоу взяла бразды правления в свои руки, постоянно меняла сценарий и в результате убрала из него все эпизоды с участием постоянных ведущих. И когда они поняли, что им отводится роль голосов за сценой, им пришлось уйти. Тогда у Ангелины Вовк и Евгения Меньшова никто не попросил прощения, им даже не стали ничего объяснять. О том, кто причастен к ее уходу из песни года, телеведущая рассказала лишь недавно. Правда она не привыкла жаловаться на судьбу и в своих признаниях была немногословной, могу лишь сказать, грустно. Что по отношению ко мне и моему соведущему Евгению Меньшову Крутой и Пугачева поступили очень некорректно. Это, в духе нашего времени. После того, как у нее забрали любимое детище, она еще какое-то время появлялась на экранах, вела передачи Доброе утро, Россия. Доброго здоровьица. В наше время, итог, шоу дело ваше. Однако ничто не могло заменить ей программу, без которой она не представляла своего существования, песню года. О ней постепенно начали забывать зрители, она перестала чувствовать себя нужной и востребованной. Ведущая говорила с горечью, к сожалению, нынешнему телевидению профессионалы не нужны. Мое время ушло. Но даже в самые тяжелые времена Ангелина Вовк не опускала рук. В 2012 году она снова заставила о себе говорить, в 70 лет став участницей телепроекта «Танцы со звездами». Ангелина Вовк дважды была замужем. Первый раз Ангелина Михайловна вышла замуж в середине 60-х. Ее избранника звали Геннадий Чертов. Молодые люди вместе учились в институте. Некоторое время работали дикторами. Их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. В 1975 году у Вовк обнаружили перитонит. Перенесла несколько операций, похудела на 20 килограммов. Врачи в буквальном смысле вытащили ее с того света. Реабилитация длилась более полугода. На тот момент ведущей едва исполнилось 33 года. Осложнения болезни не дали возможности иметь детей. В начале 80-х Ангелина Михайловна уехала на съемки в Прагу. Там познакомилась с главным художником чешской киностудии Индржихом Гецем. Любовь вспыхнула с первого взгляда. Чувства были настолько сильными, что Вовк приняла решение расстаться с Геннадием. На тот момент их брак уже трещал по швам. Позже ведущая вспоминала, что ушла из дому среди ночи, ни слова не сказав мужу. Больше к чертову она не вернулась. Свадьбу Индржих и Ангелина сыграли в московском отеле «Националь». Многие считали, что второй муж Вовк был сказочно богат. У него действительно была престижная работа, трехэтажный особняк и вес в обществе. Однако красивая жизнь не вскружила советской ведущей голову. Супруг постоянно просил приехать к нему, так как очень ее любил. Ангелина все откладывала поезд на потом. Конечно, если бы Господь подарил им ребенка, она, не раздумывая, уехала бы к Индржиху. Но этого не случилось. 13 лет влюбленные перезванивались, а потом расстались. Через время Гец ушел из жизни, но официально так и остался мужем Вовк. Брак супруги не расторгли. Замуж она больше не стремится, но и одинокой себя не чувствует, у Ангелины Львовной 11 крестников, о которых она заботится как о родных детях. Она много лет занимается моржеванием, освоила скандинавскую ходьбу, занимается на тренажерах и с удовольствием ходит в баню на собственной даче. Телеведущая уверена, возраст – не повод ставить на себе крест. Справедливость этих слов она доказывает каждый день.